Паша, я каждый раз, когда сюда прихожу, у меня есть ощущение того, что это такая, знаешь, не то чтобы умирающая культура, но это такие отголоски прошлого, все, что здесь происходит. У тебя не возникает такого ощущения? Нет, дом прекрасен тем, что здесь не бывает никакого мейнстрима. И из-за этого его и любим. Я думаю, что он таким и останется. Так завещал его руководитель Николай Дмитриев в свое время, наш тоже общий друг. Здесь происходят вещи, которых в других местах не бывает или быть не может. За что и любим. Я здесь начал репетировать, еще когда здесь была стройка. Это все строили, а мы в том помещении с Алексеем Айги играли какую-то музыку. Это начало 2000-х приблизительно. Даже конец 90-х, я бы сказал. Такая вотчина для нас всех, куда можно прийти, увидеть знакомые лица, услышать знакомую музыку каких-то неожиданных направлений. Ну и, в общем, это такая колыбель, я бы сказал, музыки. Что-то здесь рождается до сих пор. Вот уже сколько лет. А есть ли какие-то места в Москве для тебя, ну, такие же близкие, как дома? Ну, так вот нету. Единственное место, которое сейчас пересекается каким-то образом, это вот Козлов клуб, да? Где бывают тоже концерты Алисы Тен, например. Ты часто бываешь в Козлове? Я ни разу не был там просто. Но я зато много раз смотрел эту трансляцию. Дом в своем роде один такой. Ну, а если близко? Ну, не знаю, да. В первом моменте консерватория была тоже моим домом. Ну, сейчас, скажем так, дом остался, единственное место, куда хочется прийти. Так что, поэтому мы здесь и находимся. Я не так давно посмотрел два фильма, которые есть на твоем канале. Это фильм «После Баха» и фильм «Контекст». С того времени, в принципе, прошло уже больше десяти лет. Ты помнишь свое мироощущение на тот момент, когда снималось первое и второе кино? Я жил в очень странном, в странной такой комнате в коммуналке на улице Щипок в Москве, рядом с домом Тарковского. Такое было тусовочное место. Вот там вот это снято. За те больше, чем 15 лет, которые я тут живу, здесь, скажем, блевали по пьянке даже многие люди, в том числе сын австрийского посла. Надо сказать, что с тех пор произошло очень много всего, прожито несколько жизней. И, в общем, желание туда как-то вернуться не возникает никакого. Вот это ванная, опять же, общая с массой других людей, к сожалению. Хотелось бы иметь свою собственную ванную, куда никто не лазит. Но, тем не менее, вот какая есть. Когда я его посмотрел, мне очень понравилось, что в этом фильме очень круто показано вот это как раз мироощущение и душевное состояние, вот какой-то такой творческой интеллигенции, если это можно так сказать. Мы назовем Алексея Ханютина как режиссера, старого друга. Вот это один из многих фильмов режиссера с таким неповторимым почерком, я бы сказал. Ну да, это такой срез, культурный срез. А если говорить о более поздней работе, это фильм после Баха. Он более узконаправленный, он как бы больше про композиторскую среду, причем про твою композиторскую среду, как мне кажется, на тот момент. Я не могу сказать, что мы с участниками фильма после Баха, а тут режиссер уже у нас Олеся Буриченко. Мы такие коллеги, там, четыре участника, четыре композитора. Но нельзя сказать, что мы прямо в жизни часто видимся. Володь, скажи, а вот нас, когда мы помрем, быстро забудут? Так нас сейчас-то не знают. А что можно сказать, не забудут никогда? Никогда не забудут. Не, а может быть нас вспомнят? А вот это вряд ли, а то, что никогда не забудут, это вот почти. Я тоже в низких интервью об этом говорил, что ты стремишься к гармонии, но эту тему ты как-то не развил, а я за эту идею зацепился. Я у многих темы не люблю развивать, потому что они дико пафосно звучат, и я сторонюсь всего пафосного, и поэтому... Если мы говорим о гармонии, вот в широком смысле, не в музыковедческом... Дело в том, что для каждого человека и музыканта есть свои критерии гармонии, потому что все мы занимаемся одним и тем же. Мы делаем музыку такую, как нам казалось бы, должна звучать. И просто у всех свои представления о прекрасном. Для кого-то, понимаете, группа Пурба прекрасна, а я вот, например, как-то раз чуть не сдох от насилия ушей. Вот, на конце этого коллектива, прекрасного, очень аутентичного, точно громко для меня, даже для меня. Ну, надо попробовать. Каждый к своей гармонии какой-то стремится, да. Мне кажется, что вот музыка должна быть такой, как она у меня получается иногда. Но так же кажется всем про свою музыку. Ну, получается, что в музыке во многом, ну, то есть ты как бы не экспериментируешь никогда. Получается, что я в музыке не по горизонтали прорубаю тоннель, да, а вот куда-то в глубину, вниз или наверх. Я не ищу ничего нового. Я как бы разрабатываю старые идеи. Поэтому моя музыка наполнена цитатами и прочими псевдоаллюзиями. Об этих вещах говорить словами очень тяжело. А звуками я как бы вот все рассказываю как раз о том, как мне казалось бы. И ты тоже так делаешь. Да, давай поиграем тогда, может быть, или ты поиграешь. Я вообще игрок плохой. Звук много. Звук много. Субтитры создавал DimaTorzok Вот примерно такие вещи можно часами играть, да? Ну, отлично А вообще, конечно, вся музыка сочиняется Наигрываешь, наигрываешь Наигрываешь, наигрываешь Ну, глядишь, что-то красивое получится Но это редко бывает И ты действительно этим, ну, как-то можешь лучше Высказать свое мироощущение, чем словами? В принципе, да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, какая-то такая вольная Вольная интерпретация Ты в разных интервью об этом говорил примерно одинаково Но, в общем, мысль такая, что ты хочешь доносить людям радость Что вообще, в принципе, твоя музыка, она нацелена на то, чтобы... Ну, это терапия, в общем-то, если я правильно понимаю Ну, были такие мнения Причем, это не то, чтобы мои мнения Но пишут иногда, люди говорят, что помогают от чего-то Я бы не стал акцентировать на... Все-таки на каком-то необычайном позитиве моей музыки Потому что у меня развелось довольно много грустных сочинений Так что... За последнее время? Ну, в принципе, да Год и так с 12-го... Последний период Не, ну, последние лет 10 у меня все больше и больше появляется было снова Опять же, смотрю по сторонам И вижу такие вещи, которые особенно весело действительно не перескажешь Паш, ты вообще любишь Москву, в принципе? Как город? Да Я просто помню вот это то и сочинение Любимый ненавидимый город Мы сейчас как раз проезжаем болотную площадь Я это писал в 12-м году Плохо на меня подействовала эта болотная площадь Я там дописался до какой-то мрачной музыки То есть ненавидимый город в твоем сочинении Это вот напрямую связано с болотной площадью? Или не только? Ну, некая его там часть предпоследняя связана именно с этим С танками, с БТРами, с космонавтами и прочими вещами А любимый это часть, которая связана, наверное, с ЦМШа Наверное, да, юные какие-то детские вещи Нет, мне всегда хотелось донести до людей Какие-то хорошие вещи, а не плохие Для меня хорошие связаны с консонансом Это уже вот грустная какая-то история начинается Буквально просто в минор перейти Ну, бывает у нас веселые миноры, конечно То такого позитивного для тебя в жизни было в начале нулевых Когда, в общем-то, все казалось... Ну, это вот то самое, что трава была зеленее, небо голубее И был моложе, казалось, что все впереди Теперь уже, кстати говоря, так не кажется Что все впереди? Ну, уже кажется, что многие вещи позади Впереди непонятность Ну, тогда было веселее, не знаю Все про молодость просто Все вопросы Я вспомнил какие-то твои воспоминания о том, как ты учился В консерватории Ты во многом всему учился сам Я вообще считаю, что композицию преподавать невозможно Но ее же преподают Но ее преподают Возможно ли здесь найти какой-то компромисс? А на самом деле композицию нужно преподавать Изучая просто партитуры мастеров Вот и все Что для тебя было в период обучения? Ну и впоследствии, даже после обучения Даже не мотиватором, а каким-то мощным именно уроком и знанием Который на тебя повлиял Просто знакомство с музыкой минималистов Это и было для меня Важное знание, которое я получил в консерватории Сами изучали, сами Вообще в моем потоке я был один такой странный Все вокруг писали какой-то авангард А я нет И пьесы свои называл словом ре-мажор Чем всех очень раздражал Вот это удивительно Сейчас ведь это даже не скандально Настолько уже пост-пост-модерновое время Что сейчас ни у кого это не вызовет Какой-то диссонанс внутри Какое-то раздражение И уж тем более какую-то провокацию Тебе не кажется это утопией? Вот это состояние, когда Все как бы стало нормой Даже не знаю, что тебе ответить Я такими вопросами не задаюсь Просто живу И работаю Да, но ты часто задаешь себе вопросом А актуальна ли твоя музыка сейчас для тех людей Которые живут? Нет Особенно не задаюсь такими вопросами Главное, чтобы она была для меня Актуальна Это как раз моя Называется Что-то там на лесном озере Белая ночь на лесном озере Вот как называется Слушай, а ты вообще в принципе Часто слушаешь свою музыку Вот так вот в машине Еще где-то Нет Никогда не слушаю Тебе нравится то, что у тебя получается? Знаешь, бывает да, бывает нет Все время по-разному Но в любом случае Я По написанию музыки Тут же успокаиваюсь Приступаю к следующей Бывает такое, что ты, условно говоря Не можешь остановиться Потому что тебе хочется сделать лучше Лучше, лучше, лучше И ты себя как бы просто намеренно стопоришь В этот момент Не, ну обычно всегда Конец работы это Deadline Когда наступает дедлайн Заканчивается и работа Слушай, я сейчас вспомнил историю Ты рассказывал про Теодора Когда вы с ним общались И он попросил сыграть что-то Не написано Для кого там не написано А ты сказал, что Такого нечто Всегда пишешь для кого-то Ну и что Ты пишешь про радость Про свет И все такое Солнышко и цветочки Нельзя писать Про солнышко и цветочки Когда в мире Столько боль Казал Теодор И больше я там не был Вы больше не общались С ним Нет Я не достоин Видимо Описывать боль Нашего мира Пусть кто-нибудь другой этим занимается Есть масса желающих Поописывать боль А я лучше что-нибудь такое Подобрее Какие футуристичные звуки Паша не выключай Я так хорошо А красиво Это потому что Выключался свет Я понимаю Но было хорошо Как ты сам Смотришь на себя Какой ты человек Ой Я странный человек Но Я стараюсь на себя Не смотреть со стороны Иначе мне Расхочется что-либо делать Я весь в музыке Своей присутствую Но есть во мне И гадости Очень много Которых в музыке нет То есть не все Что есть во мне Я привношу в музыку Я большой самоед И самокритик Потому что меня редко Критикуют другие люди Приходится самому Этим заниматься Гринденко Она мне тоже Как-то сказала Что Самые лучшие люди В нашей жизни Это те Кто нас критикуют И дают нам Да Конечно Я говорю А в вашей жизни Сейчас есть такой человек К сожалению нет Я вот сама себя Я очень люблю эту женщину Я вообще являюсь автором Одной пьесы для Татьяны Тихоновой Называется Грин ДНК Есть какое-то яркое воспоминание Связанное с ней Которое ты реально Не забудешь Это Фактически Наше было почти что знакомство Я помню Пришел по ее Приглашению В филармонию Она меня посадила В машину И начала Поскольку она гонщица Она начала нарезать В районе метро Динамо Круги такие Очень быстрые И Я вцепился в ручки Она говорит Что вот я хотел Его заниматься музыкой Так же Как сейчас На грани заноса Вот На грани заноса Вот это действительно Я понимаю Вот это Подсказка В жизни Это Характеризует Твою жизнь Как Каким-то образом Нет Это было Я понимаю Была ее рекомендация Это про нее Но ты как-то Споследовал Это рекомендация Ну я многие вещи Делаю на грани заноса Да Можно сказать Что я послушался Привет Карманов здесь Поиграем У нас сегодня сеанс Вы видите В языкальной терапии Ты когда начал Тогда Ютуб канал Вести Во время Пандемии Это Из-за Вот этого Пандемийного Одиночества Или это Ну что Это с чем Связано Появление Ну вот Захотелось Мне Создать Некую Передачку В Ютуб канале Я ее Сделал Наполнил Объемом Все эти Видео Дурацкие Сейчас я их Иногда Стираю Но все В этой жизни Надоедает И в частности Это мне тоже Надоело Но ты же ищешь Вдохновение Так ведь Ну ищу Все время Да Где-то Как Сочиняем музыку Мы Вот сегодня Был тот самый момент Который можно Показать Наверное Сначала Я Придумал Вот такую Штуку Хорошая Хорошая Понятно? Да Я просто Продолжаю Ковыряться В музыке И В нотах И Продолжаю Искать Что-то Вот Именно В глубину Музыки Мне интересно Со старыми Моделями Производить Какие-то Манипуляции И Как бы По-новому Их Слушать В наше время Ну Так Так написано Например Шуманиана Для фортепиано Для Алексея Любимова Где Он мне предложил Текст Текст Шумановский Я его Переделал Переписал Заново Это такое Модное слово Есть Рерайт То есть Переделка Вот этим Я с удовольствием Занимаюсь Черпая Какие-то Крупицы Вдохновения В нотах Мастеров Я Привношу Их Эту стилистику На новую почву Как ты справляешься С кредитами Которые Всегда Ну Они Есть У всех Как ты с этим Борешься Ну Через детей Дети Лучше всего И вообще Как бы Можно говорить О том Что я Люблю свои Произведения Свою музыку Своих детей Вот это все Наполняет Меня Иногда Вдохновением Иногда Нет По-разному Все это бывает Ну Когда Грустно Становится По той Или иной Причине Включаешь Группу ACDC И Грусть Твоя Уходит Интересно Что для многих Людей Звук колокола Связан Не с церковью А с вот Этой песней Я тут Выяснил Удивительные Были ощущения Я до этого Только классику Слушал А тут Я просто Был Сильно Удивлен Ну как Прочищает Мозги Еще погромче Раза в четыре Ты одинокий человек? Нет Ну нельзя Меня назвать Одиноким У меня все-таки Есть дети Так что Нет А тебя как-то Ну А в принципе Это чувство Оно как-то Сопровождает Твою жизнь Потому что Со стороны Часто кажется Что да Ну Ты так и есть Разве не все Мы одиноки Сами перед собой Когда мы Сами перед собой И да И нет Все дело В том Насколько Вот мы находимся Вот В какой-то Своей Среде Которую мы Мне кажется Сами сформировали Да Ты знаешь Среда Это все-таки К разговору О Более Молодых Каких-то Людях В какой-то Момент Все эти Среды И все Все вот это Перестает Интересовать И на первый План Выходит Семья Дети И все такое Вот И уже Ты живешь В зависимости От обстоятельств Твоей жизни Которую ты сам Создал Если бы ты мог Повлиять На многие Обстоятельства Которые Каким-то образом Сами собой Произошли В твоей жизни Что бы ты изменил Если хотел бы Вообще Что-то изменить Ну Я многие вещи Пережил бы Заново Все-таки Глупостей Наделано Слишком много Но По большому счету Ты все равно Свою жизнь Как бы Проживаешь Через свой Собственный опыт И все свои Как бы Шишки Набиваешь Сам Поэтому Собственно Я и задаю Такие вопросы К тебе Ну Как Сформировавшейся Такой личности Да С чего ты взял Что я сформировался А нет Все впереди Всего лишь 50 лет Для тебя идеальная Композиторская атмосфера Или среда Которая ты Хотел бы Мог бы Или может быть Уже функционируешь Вот если бы все были Хорошими ребятами И дружили между собой То можно было бы Говорить о среде И чем-то таком Но поскольку Все разобщены Предельно То Проще Как-то себя Ощущать Таким Единоличником Времена Времена Фильма После Баха Они ведь тоже Уже позади То есть Мы уже Так вряд ли Соберемся Вчетвером Чтобы Поточить Лясы Вряд ли Но Возникают Какие-то другие Ситуации Время идет Какие-то вещи Происходят Люди все Очень разные Вот Тогда так было А времена У нас Странные Смутные Как ты можешь Это время Охарактеризовать Сейчас Которым Мы Очень странное Время Переходное Надеюсь К чему-то Другому Но Когда этот Переход Завершится И начнется Началось По-твоему Когда Ну Не знаю В моем Понимании Это где-то С 12-го Года Примерно Вот Какой-то Пошел Регресс Человеческий Регресс Это Переход Переходный Период Перед Чем-то И Вот Мы Скоро И увидим Перед чем Этот был Переходный Период Есть Какие-то Предположения О том Как это Будет Выглядеть Главное Чтобы Не было Войны Вот Это Я вам Скажу Все Остальное Уже Вторично Но Вдаваться В подробности Глубже Не хочется В этом смысле Я Как и в многих Других Смыслах Я Люблю Очень высказывания Алексея Любимова Который как-то Сказал Есть музыка Есть я Какая власть Все равно В принципе Это вот Мое жизненное Кредо Тоже Мое Субтитры Субтитры что твоя музыка, если мы используем слово «образ» в данном контексте, то твоя музыка, она как бы вот практически про всё, про вот эту батарею, про вот этот рояль, про вот этот потолок. То есть, всё, что ты видишь, ты как-то… Я правильно это понимаю? Ну, я часто, например, название своим пьесам даю такое странное и сиюминутно присутствующее в моей жизни, скажем так, на этот момент. Я смотрю вокруг и делаю то, что я вижу. В принципе, да, это всё документальное, документирование окружающих меня вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok